И вот, соответственно, скажем, то, что вынесено в заголовок, вот, вы понимаете, такое фотография, повторяю еще и еще раз, поскольку мы будем делать коротыши, что слово креативность, оно возникло в европейской научной литературе в 20-х годах, 20-го века, вот, соответственно, потом оно пришло в Россию, я лично многое сделал, чтобы оно вошло в обиход рекламщиков, потому что творчество и креативность несколько отличаются, то есть креативность все-таки, ну, то, что, по крайней мере, я внедрял в благо рекламщиков, и частично мне это удовольствие, даже частично, не более, как бы, этого, оно заключается в том, что творчество, мы можем говорить, там, как русская интеллигенция, любят десятилетиями, веками на диване, как бы, да, ругая власти, естественно, как бы, поэтому власти ругают, как бы, интеллигенцию. Креативность предполагает хоть какой-то, хоть плохенький результат, ну, потому что реклама, это все очень быстро, там, аудио пишется один день, видео проченькое пишется, там, два дня, ну, и так далее, вот. Поэтому креативность предполагает результат, так вот, помимо, как бы, некой такой радости, новизны, кто-то еще, креативность решения научных задач, еще имеет большое количество рисков. Соответственно, когда я думал, как их дать, эти риски вероятностны, и, соответственно, их можно было дать в виде такой размытой графики, но верстать надо много, мы их даем в табличном виде, и сегодня мы будем говорить только о рисках людей от уровня гражданина и ниже, то есть, попсалюба и попсадева. Соответственно, я не готов назвать, то есть, так получается, апрель, что он уже расписан, может быть, успею в мае, ну, успею в мае, значит, в сентябре покажу риски для отдаленностей, талантов и гениев. Вот, сегодня, сегодня, как бы, риски для масс. Ну, идемте дальше. Обратите внимание на автора Одиссея. По меткому замещанию Пастернака, вот этот ритм Одиссеи Гомер, вероятно, вышагивал под шум волн прибоя. Гомер был слепой, то есть, наверное, у него было обостренное восприятие, вот, вообще, Гомеровский размер, ну, вот мы выдрали одну вещь, люди не сходные. Ну, и еще и еще раз, то есть, для гениев, талантов, одаренности граждан, граждан, попсадев и попсалюбов, стратегии разные, риски разные, достижения разные. Ну, давайте потихонечку пойдем. Вот, соответственно, приближаемся к гражданам, попсалюбам и попсадевам. Вот, воспитание масс, кто не читал, кто хочет заниматься воспитанием, либо социальными изобретениями, ну, это некая классика, ее надо, ну, хорошо бы почитать. То есть, больших откровений там не будет, но просто это некая классика, которую, ну, полезно прочитать. На русском языке есть, на русском языке есть. Идемте дальше. Итак, риск. Значит, риск мелких целей. Есть мой самодельный афоризм – мелкие цели мстят. Соответственно, наблюдая тризвусов, бизнес-тренеров, консультантов, десятки лет, это очень важно, не год, десятки лет, могу сказать, что это вот одна такая вот вещь, противорядие путев, которых нет. То есть, если человек там десятилетиями занимается ерундой, соответственно, нейроны определенным образом неспешно порастают в мозге, потом человек к 40, к 50 или выйдя на пенсию, хочет что-то сделать, а не в состоянии. Выясняется это очень печально для мужчин и для женщин, мужские вопли приходят постоянно, человек просто, наоборот, не в состоянии сосредоточиться и читать. Насчет анализировать прочитанный текст, вообще не смешите. Поэтому человек всю жизнь думал, что он интеллектуал и прочее. Оказывается, ну, просто не в состоянии. Ну вот, да. Поэтому еще раз, есть большая опасность для граждан и так далее, что мелкие цели мстят. Ну, давайте дальше. Следующий слайд. Соответственно, вот заданное в виде таблицы, заданное в виде таблицы, читать я не буду, отправлю на домашнюю поработку. Могу сказать, что здесь, что нужно запомнить, что сейчас пойдет серия таких же слайдов, что зелененькое – это гражданин. Гражданин, то есть, ну, человек из маршрутки, грубо говоря. Далее, попсалюб. Попсалюб, как бы, человек, который настроен на я, на развлечение, на такое праздное потребление. И попсалил вот такой уже матерый дегенерат. Мы иногда называем этот эффект антигегель. То есть, среди коучей, бизнес-психологов, бизнес-консультантов масса людей, которые физически не могут не врать. То есть, они видят каких-то людей и начинают врать. Вот я рассказал об этом более подробно. Если нужно, еще раз расскажу, но вы спрашиваете. Соответственно, вот запомнили, значит, потому что потом таблицы, они объемные, зараза, не лезут в слайд, что левое, просто зелененький гражданин. Зеленый, значит, незрелый. А риски мы обозначаем синим, либо глубоким синим. Соответственно, дальше просто попсалюб, очень характерно для крупных городов. И попсалюб, извините. Потом попсалюб такой уже матерый дегенерат, типа там инфобизнесмена, что-то в этом роде. Так вот, соответственно, вот то, что написано в таблице, не совсем догма. Это немножко ползает. То есть, они могут меняться местами. То есть, гражданин может себя вести как попсалюб или как попсалюб, и обратное тоже верно. Вот, соответственно, все выстроено по нарастанию слева направо, слева направо. Значит, читать не буду, поэтому это на домашнюю поработку и так далее. Вот, как бы, да, то есть, да. Соответственно, идемте, как бы, да. Давайте. Соответственно, я оцелек сказал дальше. Вот мелкие планы. То есть, давайте посмотрим здесь. Очень точное замечание Нобелевского лауреата Иосифа Александровича Абыровского. Очень точное замечание. То есть, человеку поставлен, сам себе поставил навык ненапряжения, вечного ненапряжения, вечной расслабости. Вот. А потом начинает предавать себя, предавать других людей. Легко. Вот в случае я его уже рассказывал, что Алена Бамбах на маленьком плотике спасательном еретик пересек Атлантический океан. Хотел доказать, что человек просто может не трусить и выжить. Соответственно, уже полностью обессилевший, как бы, он пристал к острову ближе к Америке, Барбадос, остров Барбадос. Так вот, на Барбадосе живут негритосы. Вот это так называется. Я не шуткую, но на Барбадосе часть населения негритос, так и называются, там какая-то смесь, да, с африканцами. Так вот, соответственно, значит, гений Ален Бамбах, пытавшийся работать на весь мир, на всех пассажиров морского транспорта, он обессиленно лежит. Первое, что стали делать негритосы, когда прибил его еретикан к берегу, пытаться воровать у него запечатанный запас еды. Он запечатанный, чтобы комиссию удостоверил, что он ничего не ел, что он как бы питался тем, что он сам добывал его в океане. Ну, соответственно, Ален Бамбар – некий гений, может быть, по очень узкой функции, но гений. А негритосы – какие-то очень странные люди. Другой пример, который меня поразил своей простотой, как бы и так далее, что можно, наверное, снять поэтому эту тему и видео, но нужно классного оператора, что, соответственно, часто летом какие-то алкаши из Петерской области воруют еду у обезьян в павловском питомнике колтушек. То есть, Иван Петрович Павлов сделал питомник. Обезьянам оставляют еды, но они там сидят в деревянных домиках. Так вот колтушеские алкаши воруют еду у обезьян. То есть, вот печальные глаза обезьян, нужен классный оператор, чтобы это снять. То есть, ну, люди разные, действительно, люди разные. Вот, идемте. Тем не менее. Вот, соответственно, есть известное высказание Федора Михайловича Достоевского. Вот, я сижу в окружении домов, где действовали герои Достоевского в центре Питера. Так вот, соответственно, он как раз говорил о некой такой всеядности русского человека. Ну, учитывая, что я живу немножко позже, Федора Михайловича, я могу сказать, что русский человек, он такой доверчивый и, скорее говоря, такая подростковая всеядность. Так далее. Соответственно, вот, очень-очень любит подражать. И преимущественно русский человек, я считаю, как подросток, и подражает ерунде. То, что написано на экране, я думаю, что вы прочли. Если не прочли, ну, давайте завтра запишите времечко, прочтите. Вот, нарастание идет слева направо. Диотизма. Идемте дальше. Вот, соответственно, смотрит кот-енот. Кот-енот на нас как бы внимательно смотрит. Вот, поза-поза-поза вчера обнаружилось, что кот-енот выходит из своих убежищ, когда хозяева включают Владимира Высоцкого и внимательнейшим образом слушают. Ну, и, наверное, будет использовано для очередного фотографирования умного кота. Ну, идемте дальше. Соответственно, вот в данном случае, как бы, Шулер использовал метод, я продолжаю эту традицию, но в большом, как бы, количестве случаев люди даже слова метод не знают, они пытаются все выдумывать из своей очень глупой, ограниченной головы. Есть, как бы, целый набор таких типовых способов, засчитывать я их не буду. Частично мы о них говорили, но это некоторые диагностические признаки, как не надо делать, как не надо делать. Соответственно, с другой стороны, это путь, как люди деградируют. Как люди деградируют. Ну, идемте дальше. Да, в центре крупных городов, у них условия военных действий и так далее. Вот идемте дальше. Ну, вот, как бы, да. То есть, когда люди начинают заниматься мистикой и так далее, и так далее. То есть, соответственно, вальдорские школы, я не люблю вальдорские школы, хотя, как бы, многократно общался, они у меня учились, представители вальдорских школ и так далее. Потому что основатель Штайнер, он, допустим, явно болел шизофренией вальдорфских школ Он утверждал, что все люди произошли с Сириусом, ну всего лишь Доказательств никаких, если почитать Штайнер, он многократно повторяет один и тот же текст Соответственно, контрольный вопрос, на который вальдорфцы не отвечают А вот что нового вальдорфской педагогике за последние 50 лет? Вот такой сложный вопрос, как бы, вальдорфские педагогики, педагогики, малахольные люди Это очень сложный вопрос, на них надо напрягаться, а это планы вальдорфских школ вообще не входят Соответственно, когда человек начинает заниматься боровством и так далее Вот, допустим, он покойный, мы даже как-то ехали вместе Александр Абдулов, вот он же делал фестиваль «Задворки», несколько фестивалей Там повлекал безумное количество друзей, знакомых Один из очередных фестивалей «Задворки» в Москве Такой театральный, связанный с искусством фестиваль Было написано, что все эти заработанные деньги будут отданы церкви Церковь денег не получила, конкретная церковь, потому что Александр Абдулов проиграл, игрок, алкоголик Он проиграл их в казино Ну, идемте дальше Вот, соответственно, кошмарный кошмар, ужасный ужас, жуткая жуть Ну, мягко говоря, плачет диагностика по матери Ивана Сергеевича Тургенева Ну, вот, почитайте, как бы, в моем понимании поведение Тургенева с Виардо, вот, как бы, ну, очень многое дает любому психотерапевту Любому психотерапевту, даже начинающему, как бы, разрывать эту тему мне не хочется Вот По идее, вот, по поводу этого лучшего всего высказывался витес Приветствит вас, который на одной ноте тянет, там, ааааа Ну, я не витес, извините, качество мне никакое, как бы, да Ну, идемте дальше Вот, соответственно, видеозадачник Там есть ссылочка, можно найти где российская интеллигенция демонстрирует, что в более 95% случаев при просьбе бесплатно помочь распространению правильных знаний от ручки, она просто не в состоянии это сделать. Такова русская интеллигенция. Кто хочет мне в очередной раз написать письмо, как обучать Трис Путина и так далее, вы сначала репост сделайте. Идемте дальше. Вот опять-таки смотрит умный кот енот. Идемте. Вот, соответственно, есть некая интересная исследовательская тема, которую, наверное, стоит сделать. Возможно, Алексей Александрович Морозов либо, может быть, такая очень тема, может быть, другие люди, может быть, девушки из клубов умных девочек Петерского, может быть, это сделают. У меня есть гипотеза, но это такое очень ограниченное количество людей, которых я наблюдаю несколько десятилетий, что, ну, есть известное выражение, что там к сорока годам появляются черты человека, чем он занимался всю жизнь. Потому что, допустим, есть женское очарование, есть мужское очарование, то есть молоденькая женщина, чуть-чуть научившаяся пользу косметикой, то есть если она там 20 лет выглядит плохо, то мягко говоря, у нее проблемы с головой. Ну, если нет каких-то травм чудовищных, конечно. Вот, соответственно, а к сорока годам уже вот самая жизнь проявляется. Вот, соответственно, такая исследовательская тема, похоже, что это, похоже, что там что-то есть, по крайней мере, вот, есть масса людей, то есть это и опытные офисанты, это и некоторые медики, и некие психотерапевты, которые, как бы, больной еще там рта не раскрыл, они уже примерно предполагают, ну, просто на гигантской статистике, причем не всегда могут объяснить, то есть, вот, поэтому посмотрите, значит, в Макс Эггерт есть еще ряд работ, как бы, которые говорят о том, что люди, мужчины и женщины, довольно точно оценивают друг друга за первые две секунды, потом они начинают думать, и они смещают оценки, то есть они, оценки бывают более, то есть самая точная оценка, очень часто за первые две секунды, такая интегральная оценка, за две секунды. Ну, соответственно, ну, превращаем это дело в исследование, как бы, да, далее, 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 идемте дальше, да, далее идемте, да, соответственно, второе, ждать благодарности от окружения, от Родины, от профессионального сообщества, если у вас хорошее достижение, ну, просто глупость, то есть это, не смотрите дурных фильмов, где есть благодарные люди, не смотрите дурных фильмов, поэтому, соответственно, есть некоторые критерии, как бы, по которым можно оценить, ну, просто, наоборот, то есть какое количество задач, соответственно, позволяет ваша разработка решать другим людям, сразу мощная подсказка, они будут несовершенны, они будут несовершенны, какое количество преобразований содержит, ну, грубо говоря, ваша разработка хорошо бы, чтобы содержала от 200 и выше неких преобразований, преобразований, если преобразований мало, то это такой ученический еще продукт, на котором вы тренируетесь, тренироваться, вот, Ризосы доказали, что тренироваться на какой-то ерунде можно всю жизнь, можно всю жизнь, и потом на старости пытаться занять денег у Викентьева, который даже не пускает Ризосов на порог, ну и так далее, вот как бы, ну вот как бы да, да, идемте дальше, да, вы видите, буква Р перевернута, специально получился мягкий знак, и так далее, вот как бы, да, соответственно, вот, ну, результаты должны быть, то есть, творческие, креативные дисциплины, научные дисциплины, то есть, они не прощают, то, что прощают детям в начальной школе, ну да, что-то там балуется, как-то что-то запачкало, испачкало, ну, в принципе, после появления стиральных машин, ну, запачкало, ну, ничего страшного, если мама стиральная машина выстирает, ну, соответственно, вот это детское состояние, очень многих людей в России пристекает и после ВУЗа, после службы в армии и так далее, нет, должны быть творческие результаты, ну, желательно на уровне крупного города, особенность это крупный город, это миллионник и выше, особенность это Питер, особенность Москва, но если Москва, то, скорее всего, это и уровень страны, ну, Европа маленькая, ну, как бы, есть еще достижения на уровне Европы, ну, и мира, результаты должны быть, то есть, такие объективные, то есть, не сам человек говорит, что у него есть результаты, ну, а некие объективные результаты, иначе будет тошно, иначе будет тошно, да, соответственно, скажем, да, И, соответственно, мой совет, вот после всего этого, не стали тратить еще один сайт, был сайт, заговаривалось уже, посмотрите, пожалуйста, кого эта тема деградации интересует, есть такой теме, удачный, на мой взгляд, вырученная беспомощность по Селигману. Посмотрите на различные опыты с песиками Селигмана, и, соответственно, скажем, ну, это, в принципе, почти все переносимо на людей, вырученная беспомощность. Посмотрите и так далее. И вдохновляющий момент, вдохновляющий момент, что врачи в дурке, в сумасшедшем доме, они в меньшинстве. Еще раз, врачи в дурке, в сумасшедшем доме, они в меньшинстве, но, наверное, они все-таки понимают больше, чем пациенты, некоторые из которых еще усилили свои тяжечки, еще такой деградации. Ну, идемте дальше. Вот, посмотрите, сейчас будет очень неожиданный ход. Питерская, вообще не только питерская, а русская интеллигенция очень любит братьев стругацких. Я по ряду причин, очень среднего мнения об их творчестве. Вот, но я хочу довести данные до русской интеллигенции, которая не умеет делать репосты. Вот, примерно следующее, что вот, допустим, действительно, есть различные произведения стругацких, где они в таком полугазомой, полуметафорической форме, продолжая в том числе традиции Ефремова, касались там судьбы творческой личности. Примерно в те же годы, примерно в те же годы, Геннекс Ручальшулю сделал 88 ходов, Жестер, жизненная стратегия творческой личности, 88 ходов, как жить, как жить. Причем это построено не из головы, как у стругацких, а это построено на изучение более тысячи биографий творческих личностей. Так вот, русская интеллигенция очень любит размытых, болтливых, стругацких, которых можно долго говорить на кухне и даже выпивать. Вот, и на порядке меньше российская интеллигенция знает, умеет пользоваться в состоянии прочесть, в Геннекс Ручальшулю, почти о котором возникает вопрос, так ты делаешь или нет? Обратите внимание, перешел на ты, неважно, мужчина или женщина, так ты делаешь дрянь или нет? Обратите меня в путь русской интеллигенции, мечтать и ни черта не делать. Еще одно качество творческой личности, напоминаю, работоспособность, если кому-то ближе слово воля, пожалуйста, подумайте над эффектом стругацких Ручулюра, подумайте, чем нужно думать, желательно верхней головой. Ну, идемте дальше. Соответственно, мы никак не монетизируем наше видео, потому что для этого нужно вставлять чужую рекламу, но приношу извинения, хотя, конечно, это нелепо. Недавно YouTube сам, то есть это не наша воля, стал вставлять какую-то рекламу в наши видео. Иногда вставляет, иногда не вставляет. Поэтому, как бы, ну, извините, да? Соответственно, у кого есть возможность и понимание важности того, что делается на курсе, пожалуйста, вы можете софинансировать. Там два счета. Тот счет, который Яндекс.Маня или Юмани, как он называется, он напрямую идет на видео, как бы, да, там, сто процентов, как бы, так далее. Ну, идемте дальше. Соответственно, у нас получается так, что наша родина русскоязычная, она не любит ни мужчин, ни женщин. И, по-моему, учитывая, что я сейчас, как бы, работаю с очередным клиентом в Госдуму, по-моему, сама себя не любит. Соответственно, у нас небольшое место, созданное мною и моими коллегами, которым каждый раз большое спасибо, где очень спокойно, уважительно, комфортно мы обсуждаем сложные проблемы. Периодически появляется какая-то особь с непонятным количеством конечностей, как правило, мужского пола, который заходит на наиболее интеллектуальный русскоязычный канал и что-то орет, вопит. Ну, соответственно, такая личность всегда имеет дело со мной, и результат всегда один и тот же. Бан навсегда. Поэтому еще и еще раз, на этом канале создана уникальная атмосфера, которой нет, как бы, на сайтах различных НИИ Академии наук, которой нету на сайтах МГРУ, которой нет на сайте СПБГРУ. У нас на сайте эта атмосфера, уважительное отношение, если не любовь, то уважительное отношение, безопасное отношение, внимание к вашим вопросам создано. Поэтому, соответственно, еще и еще раз, прежде чем писать, пожалуйста, изучите наши правила и максимально уважительное отношение. Если вам не повезло с воспитанием, вам не повезло с родителями, бывает. Ну, соответственно, учитесь лучшему. Это развивает. ВОСТОРЖЕННЫЕ 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 В Продолжение следует...